Нельзя. У меня приказ. А я тебе сейчас по голове дам. Что вы на это выразите? И на все это смотрит Катя и Брыня. Как такое? Катя решает в камере навестить Хайме и пообщаться с ним. И ее почему-то пускают. Я даже не знаю, как это. Ну вот. А если он ее задушит? Да. Между прочим. Или воткнет ей что-нибудь. Ногой в живот пнет. Раза. Так что она отъедет. Как-то раньше говорили. Даст ей раза. Даст раза. Точно. Ну понятно. С ним здоровенная неимоверная Брыня в доспехах. Тем не менее. Как-то ее пропустили. Это помнишь, когда в последнем сезоне Карлик спокойно к брату Хайвы на Кичу тоже ходил? И караул говорит. Пошли нахер отсюда все. Хорошо. Да. Да. И ушли. А если ты... Вот он последние часы доживает. А если нам хочется его убить? Он самоубийца хочет. А я пришел ему помочь. Возьмет и самоубьется. А может, я сам его зарежу. А может, он меня загрызет. В своем уме вообще. Как это можно к отчаявшемуся человеку кого-то вообще подпускать? Я не знаю. Если б его на растяжку приковали в разные стороны. Ну, тогда да. А так. С огнем играет. Самое главное... Как вы караул-то услали? Как он ушел вообще, этот караул? Если бы не вы его ставили туда. Начнем отсюда. Почему вы не подслушиваете? Что они говорят? Это же интереснейшее дело. Конечно. Тем более, там понятно, что были бы вот такие вот стены и двойные вот такие двери. А тут же решетка кругом деревянная. Нет. Брыня вместе с мамой Катей на киче у Хайме. К сожалению, не показали тут того, что на киче-то он сидел, конечно. Только он сидел в Риверане в замке у отца Катьки. Хрена себе. Как интересно. Ну, так его отвезли в самый крепкий замок во всех окрестностях. То есть, в Риверан. Это еще и остров на озере. Оттуда хрен сбежишь. В смысле. На реке оттуда хрен сбежишь. Плюс, так как это замок не просто кого-нибудь там, а это замок одного из семи великих лордов. То есть, его Тайвинг Ланисер не сможет купить. Там же все боялись... Ну, собственно, Боба рассказывал. Сейчас, как только я посажу тебя в какой-нибудь замок, тут же к моему знаменосцу прилетит ворон от твоего папы. Который скажет... Денег хочешь? А. Ты маму любишь? Люблю. А деньги? Очень. Хочешь много денег. Только скажи, где Гена Бобков спит? Да. Где этот шакал спит? Ну, и все. Говорит. Ты что, не доверяешься моим знаменосцам? Говорит. Я доверяю моим знаменосцам, пока они все здесь около меня. Очень правильно. Так вот. Есть семь человек... Шесть человек, которых не может купить папа Тайвин. Это семь его коллег по великому лордству. То есть, продаться Тайвину, это уронить себя. Ну, хер с ним, что ты немножко беднее. Ты все равно чудовищно богат. И у тебя все в порядке. И вот в замке-то у великого лорда он оказался в заточении. А не где-нибудь. Где соответствующие условия для изоляции. Конечно. Он там... Причем сидел накрытый. По жесткому. Его прямо там на хлебе и воде, как положено, в говне держали. Но не таскали его с собой в клетке. Вот в замке. В замке он был. Именно там. Потому, что это замок Катьки. Ее родовой замок. Там ее все слушаются. Потому, что это Талли. Она старшая дочка их лорда. Она там родилась. Выросла. Ее все поголовно знают. Ее все слушаются. Потому, что она лордесса там тоже. И некоторым образом хозяйка всего этого. Именно там она общалась вот так вот с Хайми на тюрьме. Отнюдь не посреди воинского лагеря. Ну, это вообще дикость какая. Где просто послали нахер караул. Да. Она зашла туда. Он же важнейший. То есть, даже не сам он важнейший. Но это то, за что ты дочерей родных выкупать будешь. А ну-ка, кто... Проходя мимо, он возьмет в него и плюнет. А он его возьмет и саблей тыкнет. И что? Вот убили уже. Не за понюшку. И, кстати, прямо сейчас ему собираются брохнуть. Да-да-да. Там десять человек с копьями круглосуточно. Вокруг должны стоять. Уж если на то пошло. Вообще, я такое не понимаю. Яма. В яме сидеть должен. Ну, яму, может, постоянно не будешь копать. У них же армия перемещается. Ее дешевле, чем клетку таскать. У нас все в ямах сидят. Это да. Это да. Правда, там клетка такая. Господи. Там же ни крыши ни хера вообще. Там единственное, что его удерживают, это столб. Которым он прикован. Не вкопано. Точно, блин. То есть, по этой решетке, если что-то расстегнешься, можно спокойно как по лестнице перелезть. Без вопросов. Она сверху никак не закрыта. Да и там решетка деревянная. И вот такой вот толщины. Из речек. Речки, да. Не смешно.